Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 29 апреля. Сегодня у меня первое борное опрыскивание. Это вот будет практическое видео, где я покажу, как опрыскиваю. И оно будет коротким-коротким, потому что мне некогда рассказывать длинно. Солнышко, вот видите, уже выглядывает. Мне нужно успеть опрыснуть до выхода солнца, до наступления жаркой температуры. Потому что я уже говорила, что все подкормки по листу, все обработки по листу мы делаем только или рано утром, или поздно вечером. Я отстала в 6 утра, сейчас в 7 час и солнце уже выходит. О том, что мне, почему я делаю именно сейчас, вроде рано, но я скажу, что это обусловлено, конечно, тем, что у меня эта теплица с подогревом высадила рано. Здесь все у меня появилось рано. Видите, вон они завязи висят. И мы знаем, что борное опрыскивание специалисты, как рекомендуют, 3 раза. Первая фаза бутонизации, мы это уже давно прошли. Вторая фаза массового цветения. Третья фаза начала плодообразования. Вот у меня фаза массового цветения и начало плодообразования сейчас уже есть. Я обрабатываю, обрабатывать буду все сплошным по листу. Для тех, кто не знает, ни разу не применял, я сейчас расскажу. У меня вот борная кислота, специальная, садовая, написано для плодовых, овощных, ягодных, цветочных культур. И написано, увеличивает урожай, интенсивность цветения, повышает содержание витаминов, плодов устраняет дефицит бора. Тороплюсь, чтобы солнышко скорее. Как развожу, вчера уже читала комментарии, какая дозировка. Вот тут написано, 10 грамм на 10 литров воды. Такую дозировку я тоже делала в прошлом году в открытом грунте. Сейчас я сделала 5 грамм на 10 литров воды. Но в пересчете. Мне, конечно, 10 литров не надо, я всего на пятерку сделала. Люди делают 2 грамма на 10 литров воды. Тут, знаете, вот сборной кислотой у нас каждый выбирает сам на свое усмотрение. Новичкам не советую сильно превышать дозировку. Где-то уже пишут, что есть рецепты 20 грамм на 10 литров воды. Как бы такой сильной концентрации не сжечь цветочки. Вот я сейчас опрыскивать буду из расчета 5 грамм на 10 литров воды. То есть я взяла 2,5 грамма на 5-литровую емкость. Буду опрыскивать простым ручным вот этим вот опрыскиванием. Самое главное, что я хотела сказать. Конечно, для большей эффективности сейчас нужно делать опрыскивание мелким-мелким-мелким. Я уже говорила, что капельки у нас должны не скатываться. Они должны остаться у нас, видите, на листике. И должны остаться до полного высыхания. Только тогда будет очень хороший эффект. А когда мы много раз по одному листу брызнем, капли укрупняются, скатываются и падают с листа, это не очень хорошо. И еще кто-то говорит, что как по верху или по низу, что по тыльной стороне листа. Я бурное опрыскивание не делаю по тыльной стороне листа. По тыльной стороне листа, то есть по внутренней, мы делаем обычно обработку от болезней. Если бы я обрабатывала от фитофторы, то нижняя часть листа, она важна. А бурная кислота, это не столь важно, потому что она возьмет его и с верхней, и с лицевой части листа. Тогда главное, чтобы вот эти капельки были мелкие-мелкие, чтобы они как можно дольше задержались. Сейчас я сначала обработаю, а потом скажу еще несколько слов. Некогда, время поджимает. Для начинающих еще хочу добавить, смотрите, не обязательно прям приближаться к листу и по листу. Вот второй ряд я даже туда не подхожу, я просто делаю вот такой, смотрите, как туман. Как мелко-мелко-мелко, такой, как дымчатый. И в их сторону, и все равно вот эти мельчайшие, маленькие-маленькие капельки в виде росы, в виде тумана, они все равно осядут. И еще несколько слов. Обрабатываю все. Вы не бойтесь даже, как несмотря на то, что в названии есть слово кислота, если вы не будете превышать дозировку, никакого вреда она не принесет. Не нужно избегать попадания на цветы, цветы тоже в безопасности, опять же, если мы не превышаем дозировку. Я прям общий, вот просто по всей зеленой массе иду по ряду, брызгаю, брызгаю, брызгаю вот этим туманчиком, вот таким вот. И по стволам, и по листикам, и по цветочкам. И в результате они получаются все-все-все улеплены вот этими крошечными капельками питательными. Через полчаса я приду, их, конечно, уже не будет. Но какое-то количество препаратов, вещества растение все равно успеет взять. У кого есть условия, можно опрыскивать и вечером. Но я все-таки предпочитаю делать опрыскивание утром. Я не хочу, чтобы они в ночь уходили. Мокрые томаты, видите, они у нас сырость не очень любят. И все-таки утренние такие опрыскивания мне нравятся больше. Ну все, я продолжаю. А то, что солнышко уже, солнце для них тоже опасное. Лучше бы делать до восхода солнца. Но вот я не успела, хотя встала в 6 часов. Пока развела, пока отмерила. Все, до свидания. Ну все, опрыскивание сделано. Теперь можно спокойно поговорить, не торопясь. Вот смотрите, я всегда каждый год говорю, что для каждой обработки, для каждой или подкормки, или там, ну, короче, любое действие по отношению к томатам, мы должны как-то обосновать. То есть для этого должны быть веские причины. Зачем же я сделала сегодня бурное опрыскивание? Ну сначала мы на пачке прочитаем, что здесь про эту бурную кислоту написано. Бур способствует формированию мощного листового аппарата. Это мне не нужно, у нас и так мощный листовой аппарат. Корневой системы, это тоже нам не нужно, у нас хорошая корневая система. Повышает общую адаптацию растениям к факторам среды. Это вроде как, знаете, тоже как иммунно, повышение иммунитета. Так как вот у меня здесь сильно-сильно жарко, дальше, подождите, прочитаю, потом свои слова скажу. Стимулирует цветение и урожайность, улучшает качество плодов. Вот смотрите, почему сделала я. Во-первых, они находятся в теплице. И здесь, как я уже говорила, вот у нас сегодня будет 28 градусов. Ясно, что здесь температура выше 30. Ничем ее опустить невозможно. Тут и у нас сопритеняющая сеточка, и дорожки поливала я, чтобы немножко охладить. Но все равно температура высокая, неблагоприятная для опыления цветов томатов и для завязывания плодов. И еще, вот смотрите, в тихую, безветренную погоду, видите, ни один листик не колышется. То есть, опять же, на улице они бы вот так вот мотались, и все равно опыление это... Ветер вот способствовал бы вот этому опылению, пыльца бы сваливалась, все бы там было хорошо. Но здесь такая тишина, вот тишь. Хоть я сейчас пойду, ну как, постучу вот так по колышкам, но это мало. Один раз в день это, конечно, мало. На улице-то они весь день трепещутся. Короче, у меня показания такие, для того, чтобы повысить процент опыления, процент завязываемости плодов. И то есть, вследствие этого повысить и общий урожай на степлице, я сделала вот это вот борное опрыскивание. Именно в фазе массового цветения, в фазе начала завязывания плодов. Я не знаю, насколько это поможет, никогда мы не можем точно определить, или это они сами собой завязались, или борное опрыскивание помогло. Но все равно, это как бы подстраховка. Раз здесь неблагоприятные условия для опыления и для завязывания плодов, нет ветерка, повышенная температура, которая, возможно, способствует вот этой стерильности пыльцы. Везде тоже никто не знает, правда это или нет, но везде написано, что после 30, выше 30 градусов. Пыльца, как теряет вот это свойство, она становится стерильной, и цветки не опыляются, а цветают и падают. У меня пока нет ни одного опавшего цветка, но если вы у себя в теплице увидите, что цветок упал, а на месте, где он был, нет плода, просто пустоцвет, это значит, вам тоже нужно, скорее всего, сделать бурное вот такое опрыскивание. Я объяснила, почему я сделала. У других могут быть другие причины, может быть, просто недостаток бора, но у меня все направлено именно на, чтобы помочь цветам опылиться и чтобы побольше было завязи. Все, до свидания.